Вечерний прайм в эфире и в этой студии мы по-прежнему говорим о том, что волнует, радует и вызывает споры. Меня зовут Ардах Сидказин, здравствуйте и сегодня мы поговорим о готовности Алматы к новому учебному году. Здравствуйте. Гость программы Лязат Желкобаева, заместитель руководителя управления образования города Алматы. Добрый вечер. Здравствуйте. Рад, что согласились ответить на наши вопросы. Тем более мы уже с вами переговорили, да, до начала записи у вас цитнот. Осталось буквально два дня. Да. Какие вопросы сейчас решаете, то есть вот на финишной прямой, так скажем? В принципе, ремонтные работы уже полностью завершены. Дети готовы. Учебники до школ, до организации образования доставлены. Сейчас получают уже сами учащиеся. И вот сейчас обсуждаете линейка уже 1 сентября. Вообще, что касается именно лета. Для родителей это традиционно, да, пора, когда нужно обзавестись калькулятором и подсчитать, во сколько же обойдется на этот раз, да, подготовка ребенка к школе. Благо, что у нас в Алматы, да и в целом по республике проходят такие акции, как «Дорога в школу». Устраиваются в Алматы большие ярмарки. Вот расскажите о ярмарках поподробнее. Как они прошли? Это ведь значительное подспорье для семейного бюджета. Да, благотворительная акция «Дорога в школу» проходит ежегодно. В этом году такая акция проходит под девизом «Мой выбор – помощь детям». В настоящее время оказана помощь свыше трех тысяч детям на сумму на 36 миллионов тенге. Разные помощи оказывает школьную. Это малобеспеченным, многодетным детям обычно, детям из таких семей оказывает помощь. Есть разные виды помощи. Кто-то школьную форму покупает, кто-то канцелярские товары, принадлежности разные. И акция будет продолжаться до 30 сентября. Оно и сейчас продолжается. А насчет школьной формы. Ярмарки организуются управлением предпринимательством, а управление образованием, в свою очередь, доводит до сведений родителей, до школ, что проходят такие акции именно ярмарки отечественных товаропроизводителей. Такая информационная поддержка. Да, информационная поддержка. Например, у нас часто проходят ярмарки в Гранд Парке. Именно отечественные товары производители там выставляют свои товары, именно школьные принадлежности, школьные формы. А мы только в виде информации можем довести до родителей. Скептицизма нет у родителей по отношению именно к продукту Made in Kazakhstan. Помнится, да, еще вот лет пять назад, как-то мы все равно, да, немножечко с недоверием относились. Пока первые лица государства, пока первые лица, да, города, страны. Мне сейчас, кажется, вот этот серии типа уже нету. Отлично. В принципе, родители с удовольствием покупают наши отечественные товаропроизводители. И качество у них, и по цене даже, они намного дешевле, чем другие импортные товары. А вот что касается учебников, прошлый год, вспоминаю, немножечко, так скажем, с содроганием, потому что вот эта вот информационная, да, вот эта вот составляющая подготовки к учебному году в Астане, она говорила о том, что там едва ли не рекордный дефицит по учебникам. Нам, я так понимаю, этой ситуации не грозит, потому что у нас и типографии все рядышком, под боком. Да, все издательства здесь находятся, все типографии здесь находятся. И в этом году будут приобретаться учебники, приобретены уже учебники для учащихся 3-х, 6-х, 8-х классов. На эти учебники с местного бюджета выделены 2,5 миллиарда тенге. И все учащиеся школы будут 100% обеспечены учебниками. Учебников достаточно для школьников города Алматы. Ну и опять же, они были проверены, потому что помните, недели, наверное, 3 назад проводили по линии именно здравоохранения, проводили расчеты, то есть вес учебников, да, соответствие стандартам. Да, 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 это вот 3-й, 6-й, 8-й класс, это вот новые учебники в новом формате, с электронным приложением для скачивания. Вот эти вот, такими учебниками будут обеспечены учащиеся 3-х, 6-х, 8-х классов. Остальные уже в прошлом, позапрошлые годы были приобретены учебники. Достаточное количество. Да, давайте теперь отвлечемся от учебников и школьной формы, перейдем непосредственно к самим школам, то есть к зданиям. Ремонтировались школы у нас активно в этом году, этим летом. И, насколько я понимаю, ремонтные работы в основном проводились в учебных заведениях, именно в присоединенных районах. Так ли это? Да, 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 где именно на самом деле требуется капитальный ремонт, сейсмоусиление. В настоящее время сейсмоусиление с капитальным ремонтом проводится в 4-х школах. Это вот 3 школы Аузовского района и 1 школа Алатаусского района. Из них в 123-й школе и гимназии, где есть перегруженность, уже 1 сентября ремонтные работы полностью будут завершены. Дети начнут занятия в своей родной школе. А в других трех школах пока, к сожалению, ну это согласно договору, завершится ремонтные работы в конце первой четверти. Они будут, есть в настоящее время приказ по дислокации, они будут заниматься в ближайших школах. То есть, правильно я понимаю, это не отставание от графика, это плановое? Это не отставание от графика, это плановое завершение у них на ноябрь-декабрь месяц. А вот как раз таки 123-я школа, здесь как раз застройщики раньше, чем по договору, они должны были завершить в ноябре, они раньше срока завершают работу. А что касается именно возведения новых школ, строительства? По строительству новых школ тоже вы правильно отметили. У нас это интенсивно идет именно в присоединенных районах, где на самом деле чувствуется дефицит ученических мерз. В этом году строятся две школы, это вот на 1200 мест на Урсбайском районе завершение планируется. Уже школа завершена, 1 сентября, там дети могут начать учебный процесс. И вторая школа, это в Алатаусском районе на 600 мест, там завершение планируется в ноябре месяце. Вместе с тем у нас идет интенсивное строительство пристроек к школам, загруженным школам. В настоящее время в Алатаусском районе завершена пристройка 151-й школе. Идет строительство пристроек в 184-й, 185-й школах на 400 мест каждое. Тоже завершение планируется до конца года. И вместе с тем в Алатаусском районе 26-я школа, полностью завершена реконструкция школы. Дети 1 сентября начнут занятия в своей школе. Знаете, о чем подумалось? Любопытный такой момент. Вроде бы хлопота у вас прибавилась, но в то же время мы, как алматинцы, наверное, должны порадоваться тому, что у нас присоединенные районы все больше и больше пользуются, так скажем, спросом. Да, все условия создают. Потому что переселение туда идет, соответственно, людей больше, соответственно, и детей больше. Поэтому, наверное, и возникает. Да, частая миграция, вот из-за частой миграции, там из года в год контингент детей растет. Как бы мы там ни строили, вот если вы посмотрите, вот на те годы, 17-е, 16-е годы, у нас строительство школ именно осуществлялось вот в Алатаусском, на Узбайских районах. В прошлом году мы одну школу на 1200 месяц открывали на Узбайском районе, вот в этом году открываем. Но, тем не менее, дефицит именно сохраняется в этих районах. Это говорит о том, что, да, там и частая миграция в этом году. Ну и здорово, что этот дефицит, он решается постепенно. Решается, дефицит со временем решается. Да, невыполнимых задач нет. Да, да. Теперь я предлагаю Алазата Исхану, я предлагаю перейти непосредственно к вопросу школьной программы. Как она изменилась за эти три месяца, к чему быть готовыми родителям? Ну, наверняка им еще раньше об этом говорили, да, и ученикам в том числе. Я уже не говорю про педагогов. То есть, где, в каких классах изменится школьная программа наибольше всего? Ага, понятно. Вот согласно государственной программе развития образования на 16-19 годы, школы республики, это не только касается города Алматы. Разумеется, да. Да, поэтапно переходит на обновленные содержания образования. В 16-м году переходили первые классы. В 17-18 учебный год у нас вторые, пятые, седьмые классы. А в этом году третьи, шестые, восьмые классы будут заниматься по обновленной программе содержания образования. Давайте детально все-таки расскажем. Это в чем обновление состоит? В принципе, содержание тот же. Здесь уже другой подход к ученику. Критическое мышление и оценивание. Суммативное оценивание будет у учащихся. Для этого специальные учителя проходили курсы повышения квалификации. С 1 января свыше 10 тысяч учителей прошли курсы. В настоящее время 1800 учителей еще проходят курсы именно по обновленному содержанию. То есть ребенок, грубо говоря, научится фундаментальным неким вещам, то есть отличать критические мысли. Да, да, да. Здесь подход к ученику, содержание, образование. Содержание полностью тоже содержание, учебники те же. Но здесь именно оценивание, подход к ученику меняется. И учителя, и учителя. Критическое мышление. Вспомнил свои студенческие годы. Я по образованию, у меня педагогическое образование. И, честно говоря, вот только что вы говорили по поводу подхода. Вспомнил такую вещь, что, в принципе, нам закладывают одни и те же знания. Да. И мы приходим, студенты, практиканты, мы приходим, и уроки, и по одним и тем же материалам мы преподавали, но уроки у нас отличались. Почему? Потому что одни брали за модель именно западную, да, некую модель преподавания. Другие все-таки, да, оставались в этом немножечко, в этой зажатости. И вот у меня вопрос такой может быть риторический. Когда вот эта вот зажатость пройдет, особенно вот в младших классах, хочется больше игровых, да, историй, игровых предметов, нежели вот это вот по указке, по накатанной, да. Вот эту ситуацию как-то можно переломить? Вот как мы работаем над этим? Или... Вот как раз таки здесь хочется сказать, вот это вот новое содержание, оно и как раз, во-первых, это согласно государственной программе развития образования, во-вторых, вот этот вот опыт, он взят из опыта Назарбаев интеллектуальной школы. То есть вот этот вот подход... Да, передовой, да, передовой опыт, который сейчас применяют Назарбаев интеллектуальных школах, оно вот поэтапно внедряется уже во всех школах страны, республики. И еще раз уж я позволил себе немножечко поностальгировать. Честно говоря, передо мной не стояло в бытность, да, студентам, передо мной даже не стояло не то что выбора, я даже не задумывался над тем, чтобы стать педагогом. Почему-то. То есть почему, я объясню почему. Казалось, что и престиж профессии немножечко, да, обесценилась профессия сама. А еще говорили о том, что все-таки оклады у педагогов не такие уж, да, радужные. Слава богу, они поднимаются. То есть если говорить о престиже профессии, как его можно поднять? Потому что мы говорим о госслужащих, что у них престиж профессии поднимается вместе с окладом, соизмеримо. Но и здесь, наверное, да, нужно решать этот вопрос. Да, надо решать проблему престижа учителя. К сожалению, но, может быть, эта проблема остро стоит в других регионах. Но у нас в городе Алматы, слава богу, треть вузов находится в городе Алматы, педагогические колледжи находятся в городе Алматы. Но, тем не менее, проблема остается. Особенно в русских школах у нас остро не хватает учителей начальных классов, учителей-предметников по физике, по математике. Это, может быть, и связано с тем, что падает престиж профессии учителя, и молодежь неохотно идут в педагогические вузы. Это уже... Но, тем не менее, сейчас хорошо поднимается оклад. Вот хорошие надбавки получают учителя. Вот с 1 января 2018 года 30% надбавку получают учителя, которые по обновленке преподают. 200% от БДО получают, которые преподают предметы на английском языке, физика, химия, биология, информация. Очень ощутимо. И плюс еще с этого года внедрена новая форма аттестации учителей. И те, которые подтвердили свою категорию, они от 30 до 50% от оклада получают надбавку уже с 1 сентября. Но это, правда, в этом году не такое большое количество учителей. В городе Алматы 875 учителей получат эту надбавку. Но, тем не менее, вот представьте, если учитель проходил курсы по обновленке, преподает физику, математику, биологию, информатику на английском языке, плюс еще, если подтвердил категорию, какую он уже надбавку получает на этот учебный год. Здесь, вы знаете, двух зайцев убиваем. То есть показываем, что сам учитель готов развиваться. Рост, профессиональный рост учителя. Конечно. И в то же время это некий бонус. И финансовый, да, тоже бонус к своей зарплате. Замечательно. И немножечко опять вернемся к не очень хорошей теме. Я имею в виду высказывание первых лиц из агентства антикоррупционного на тему запрета именно любых сборов в стенах школ. Любые сборы. То есть будь то внеклассные некие мероприятия, будь то поздравления с днем рождения любимого замечательного педагога. Есть ли у нас такие факты? И если они есть, то как вы с ними боретесь? Да, мы об этом постоянно говорим. Проводим часто брифинги, пресс-конференции, на совещаниях говорим. Вот сегодня только у нас, кстати, в городе Алматы открыт проектный офис антикоррупционный Санна Лурпах на базе Казгу имени Аль-Фараби. Буквально сегодня, вот до обеда, мы проводили совместно с директорами школ, колледжей, вот с проектным офисом совещаний. Об этом еще раз предупредили, сказали. Тем не менее, помимо этого, во всех организациях образования доведено письмо управления образованием о запрете, о категорическом запрете любых сборов, любых денежных средств категорически запрещается. И это ежегодно, это письмо управления образования обновляется, и эти письма висят во всех информационных стендах для родителей во всех школах. Здорово. И что касается статистики предстоящего учебного года, хотелось бы услышать, сколько в Алматы пойдет первоклашек в школы, сколько вообще не хватает у нас, может быть, школ, мы уже упомянули, да, есть определенный дефицит, который, разумеется, решается, но он еще чувствуется. Да, да. У нас в городе Алматы в настоящее время функционирует 252 школы, это вот 49 частных и 203 государственные. В них обучается свыше 243 тысяч учащихся, ожидая, что в этом году в первый класс к нам придут свыше 25 тысяч учащихся. Но, к сожалению, дефицит сохраняется, 17 тысяч у нас дефицит. Но я здесь хочу отметить, что это не говорит о том, что 17 тысяч учащихся не пойдут в школу. Это они будут, они учатся же уж, но есть школы перегруженные, и над этим работает Акимат работает, Республика работает, выделяются денежные средства на строительство школ, пристроек, как я уже отметила. И здесь хочу отметить, что именно город Алматы такой данный вопрос, данную проблему решает не только за счет бюджетных средств, но и за счет инвесторов тоже строится. В прошлом году у нас на Урзбайском районе была построена школа на 1200 мест инвесторам, частным инвесторам. И данную школу передана на баланс государства. В этом году именно в центральных районах, где нет территории, где нет участка, именно в загруженных школах компанией базис тоже строится 4 пристройки, будут построены в новом учебном году. Решением градсовета инвесторы берут на себя обязательства при строительстве в жилых комплексах обязательно он, если рядом школа загруженная, обязательно за счет инвесторов будет построена пристройка и так далее. Вот такими путями у нас все эти вопросы решаются. Замечательно. И еще возвращаясь к школьной программе, нет ли в планах, в мыслях более расширить предмет краеведения? Мне кажется, это актуально для Алматы в особенности, с нашими красотами. Да, Ардах, вы правы. Здесь такого отдельного предмета краеведения не будет. Это будет специальный курс. Это как в виде факультатива. Интегрированный курс будет. Это будет проходить в рамках предмета музыка, история Казахстана, география и казахская литература. В настоящее время уже авторами разработан учебник Алматы КТАП, издает учебник краеведения Алматы. И будет внедрено уже в учебный процесс. И соавторами являются не только ученые, но в то же время учителя именно школ города Алматы. А кто преподавать будет этот предмет? Я же говорю, это будет интегрированный курс. Он будет и в предмете истории Казахстана, и в истории Казахстана, казахская литература, музыка, география. Именно в этих предметах он интегрированно будет введено, как спецкурс. Леоза Тависхановна, в завершение хотелось бы немножечко отвлечься. Я всем своим гостям последние несколько недель задаю один и тот же вопрос. В преддверии дня города мы видим, что город значительно изменился. Мы видим все эти плоды реновации. Мы видим, как у нас пешеходные улицы заиграли, так скажем. У вас какие ощущения, какие впечатления, какие ожидания от празднования тысячедвухлетия? Да, тысячедвухлетия. Как и любой гражданин, как и любой житель города Алматы, только позитивные. На самом деле облик города день за днем меняется. И хочу здесь отметить не только центр города. Даже вот, не знаю, многие наши жители центрального, кто живет в центре, он уже не выезжает в Алатауске, на Урзбайске. Если вы, вот мы, как работники системы образования, каждый день объезжаем и Алатауске, и на Урзбайский район, и Медеевский район, и Бастандыцкий район. Эти изменения по всему городу, везде, и на окраинах тоже. Вот и в Наурзбайском районе, и в Алатауском районе. И именно работники образования только рады этому. И вот на августовском, недавно, вот 23 августа во Дворце Республики у нас проходил августовское традиционное совещание, ежегодное. И Аким именно назвал, какие мероприятия будут проходить в рамках празднования Дня города. И учительский корпус города Алматы с удовольствием будут посвящать это мероприятие, все мероприятия. В том числе и я, как житель Алматы. Как и все алматинцы. Да. Порадуемся этому событию. Очень даже порадуемся. Спасибо. И учащиеся тоже, не только учительский корпус, и родители, и учащиеся, думаю, с удовольствием будут посвящать все мероприятия. Спасибо вам огромное. От всего сердца вам желаю успехов. Спасибо. Чтобы вы вырастили поколение действительно настоящих, как бы громко ни звучало, патриотов и успешных людей. Спасибо. Спасибо большое. Это был «Вечерний прайм» и гость программы Лязат Жилкобаев. Это заместитель руководителя управления образования города Алматы. Говорили мы о готовности Алматы к новому учебному году. Счастливо. Счастливо.